Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Анастасия Сидорова. Смотрите в этом выпуске. Прицельный удар по коронавирусу. В Дорильске открылся новый пункт вакцинации. Проблемы севера. Что обсудили делегаты на съезде Союза городов Заполярья. Перемены налицо. Где благоустраивают новую зону отдыха. Тур по Таймыру. Над какими маршрутами работает агентство развития Норильска. Третья волна коронавируса не отступает. На этой неделе, как и на прошлой, ежедневный прирост заболевающих составлял около полусотни человек. Но есть и хорошие новости. Норильск – лидер Красноярского края по темпам вакцинации. Результаты нашего города отображены на интерактивной карте, которую составил Центр управления регионом совместно с Минздравом и Центром СПИД. Как свидетельствует статистика, в Красноярском крае первым компонентом вакцинировано уже более 600 тысяч человек. Лидирует Таймыр. Привилось уже почти 40% взрослых. Норильск на первом месте среди городов. 24% населения вакцинировано. В Краевом центре первый компонент вакцины поставили 255 тысяч человек. 22% от взрослого населения. Как сообщают разработчики, карта будет обновляться еженедельно. Следить за статистикой можно на официальных страницах Центра управления регионом в социальных сетях. И на этом Норильск останавливаться не будет. В планах как можно быстрее достичь заветного показателя в 60% вакцинированных. Один из шагов, сделанных в этом направлении – открытие нового пункта вакцинации в многофункциональном центре. Он готов принимать порядка 100 человек в день. В нем есть три отдельных кабинета – два для вакцинации по компонентам и один для осмотра. На открытие побывала наша съемочная группа. Пункт вакцинации на Нансена-69 не успел распахнуть свои двери, а уже принял несколько десятков желающих получить прививку. За несколько часов работы кабинета первый компонент поставили 16 норильчанам. Второй – 35. Как показывает практика, желающих обезопасить себя от коронавируса становится все больше. Поэтому и появилась потребность в новом пункте вакцинации, который стал седьмым по счету в городе. Мы находимся здесь, посмотрели, как все обустроено. Две кабинки – одна для первой вакцины, другая для второй и общая кабинка для осмотра. Поэтому еще раз призываю всех вакцинироваться не только ради себя, но и ради наших друзей, близких и тех, кто с нами рядом находятся. Открытие пункта вакцинации как нельзя кстати. Всего зарегистрировано более 4000 случаев заболевания коронавирусом. Ежедневный прирост инфицированных – около полусотни человек. К настоящему моменту занято 339 коек из 380 развернутых для лечения больных. Врачи не устают повторять. Единственный путь остановить рост заболеваемости – выработать коллективный иммунитет. Чтобы он появился у норильчан, необходимо привить 82 тысячи человек. Пока вакцинировано только 39 тысяч. Впрочем, все еще впереди. Сознательные норильчане приходят вакцинироваться рабочими коллективами. Мы работаем с людьми в магазине, поэтому нас обязали, чтобы обезопасить людей и коллектив. Совсем скоро работы у пунктов вакцинации прибавятся. До сентября, согласно постановлению главного санитарного врача Красноярского края, прививку обязаны поставить люди, трудящиеся в определенных сферах – от образования до ЖКХ. Эта тема до сих пор вызывает резонанс в обществе. Далеко не все доверяют вакцинации. Это сказывается на статистике. Так, Красноярский край находится на 16-м месте среди регионов России по количеству вакцинированных. Пока привито лишь 581 тысяча человек. А это всего 20% населения края. К слову, наиболее серьезно к выработке коллективного иммунитета относятся в Чечне. Там уже около 40% привитых. Есть к чему стремиться. Врачи напоминают – попасть на прием очень просто. Записаться, затем в указанный срок прийти в пункт вакцинации с документами. Кол-центр во всех самополиклиниках записывают. Можно записаться через госуслуги. С собой обязательно нужны документы. Это паспорт, СНИЛС и страховой полис. Необходимо перед вакцинацией заполнить информированное согласие пациента, где он дает свое согласие на вакцинацию. Анкету пациент заполняет при первой вакцинации. И заполняет все свои персональные данные. Пункт вакцинации в многофункциональном центре будет работать со вторника по пятницу с 13 до 19 часов. Светлана Кудрышова, Надежда Балдакова, Владислав Моисеев. Итоги недели. Этот август будет богатым на новшества в законодательстве. Изменения коснутся любителей физкультуры, водителей, охотников. Обо всем по порядку. Программа бесплатного выделения земли теперь распространена на территории Арктической зоны России. Участки будут предоставляться в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципалитетах Красноярского края, Архангельской области, Республике Коми и Карелии. До 1 февраля следующего года гектар смогут взять только зарегистрированные по месту жительства в соответствующих регионах. Отныне государство будет возвращать россиянам часть затрат на занятия спортом через налоговый вычет. Вернуть можно будет 13%, но сумма возврата не должна будет превышать 15 600 рублей в год. Губернаторы регионов теперь сами смогут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимые орудия охоты и другие ограничения после их согласования с Минприродой. Кроме того, теперь в исключительных случаях разрешена охота на краснокнижных животных только в случае сохранения объектов животного мира или с целью устранения угрозы для жизни людей. Центробанк ужесточил условия выдачи ипотеки. Теперь шанс получить жилищный кредит с первоначальным взносом менее 20% будет ниже. Как пояснили в ЦБ, доля таких кредитов на рынке сильно выросла за последний год, а это повышает риски для стабильности рынка. Вступают изменения касаемо оформления ОСАГО. С 22 августа автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять документы о прохождении техосмотра в момент заключения договора ОСАГО. И в завершении новость, которая может повлиять на ваш отпуск. С 9 августа Россия открывает авиасообщение с Египтом. Запланировано два маршрута – из Москвы до Хургады, из Москвы до Шармы-Шейха и обратно. Кроме того, границы откроют с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. В Норильске на этой неделе прошел 40-й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В нашем городе собрались десятки делегатов. В числе гостей были депутат Госдумы Алексей Вейлер, который также является исполняющим обязанности президента Союза. Сенатор Валерий Семенов, председатель Краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов. В удаленном формате в съезде принимал участие вице-президент по региональным и федеральным программам Норникеля Андрей Грачев. Основные моменты съезда в нашем следующем репортаже. На 40-м юбилейном съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера в Спортхоле Айка присутствовали 29 представителей муниципальных образований. 19 из них присутствовали лично и 10 по ВКС. Повестка съезда была обширной. Ведущими стали вопросы социально-экономического положения городов, реализации национальных проектов на территории Крайнего Севера, в том числе в условиях коронавируса. Союз городов Заполярья и Крайнего Севера – это одна из старейших в стране ассоциаций, которая представляет 14 регионов нашей страны и включает в себя 48 муниципальных образований. Задача участников съезда в том, чтобы дать предложение о том, что необходимо изменить на федеральном уровне, чтобы жизнь в северных городах стала более комфортной. Кроме того, на съезде регионы обмениваются опытом. Все эти предложения по итогам работы съезда, безусловно, будут обобщены в резолюцию съезда. И мы уже приняли решение направить резолюцию по итогам нашей работы в правительство Российской Федерации, администрацию президента, в Государственную Думу, в Совет Федерации, руководителям органов государственной власти всех регионов, которые имеют в своей составе районы Крайнего Севера, для того, чтобы позицию муниципалитетов слышали на всех уровнях власти. Для города это, конечно, очень важно, что к нам приезжают такого уровня руководители, разные мэры городов, председатели городских советов, депутатов, заместители глав городов. И мы можем обсуждать на этой площадке те вопросы, которые присущи таким же северным городам, пусть и с разной численностью населения, но проблемы одинаковые. Сегодня мы о них говорили. Одна из наболевших социально-экономических проблем – кадровый дефицит. Норильску не хватает врачей и учителей. В центре занятости зафиксировано более 8 тысяч вакансий, на учете всего 300 человек. С 2012 года в Норильске существует программа привлечения специалистов дефицитных специальностей. За это время в город было привлечено более 500 специалистов. Муниципалитет продолжает работу в этом направлении. Считаю важным рассмотреть вопрос включения территории Заполярья в госпрограмму развития образования. Земские ученики. В частности, предоставление единомоременных кондиционных выплат в размере 1 миллиона рублей учителям прививших на территорию города, расположенных в практической зоне, с численностью населения более 50 тысяч человек. С выплатой 1 миллион на одного специалиста. На съезде обсудили и социально-экономическое положение северных городов в условиях коронавируса. Больше всего в пандемию пострадал малый бизнес, сферы развлечений и общественного питания. Выход – участие регионов в национальных проектах. Парли решают все, это неизменно, наверное, ложим. И фактически вот эти проекты, они направлены в совокупности свои, на создание условий улучшения граждан, которые проживают, и не только на это, и на привлечение в том числе дополнительно людей на высококвалифицированных кадрах на северной территории. От делегатов поступило множество предложений по улучшению качества жизни в городах Заполярье и Крайнего Севера. Одно из них – о создании межрегиональных центров детского оздоровления и отдыха круглогодичного действия для детей, живущих на северных территориях. Кроме того, Союзу рекомендовано вступить во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления. Предложение поддержали. Участие в работе в Ансу, мне так кажется, позволит все-таки нам увеличить наши возможности, помочь для решения настоящих задач. Пока у всех участников Союза одна общая проблема – отсутствие единой системы преференций для людей, живущих и работающих в городах Крайнего Севера. Участники съезда уверены, что необходимо выстраивать государственную систему гарантии поддержки людей, живущих и работающих в арктической зоне. Это поможет переломить негативный тренд на отток населения с северных территорий. После обсуждения социально-экономического положения заполярных городов и реализации национальных проектов перешли к дискуссии на тему экологии, жилищного фунда и жизнеобеспечения жителей отдаленных поселков Севера. Так, председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что там, где жалоб на загрязненную атмосферу слишком много, необходимо провести пятилетний эксперимент по квотированию загрязняющих воздух выбросов. Проект был принят Госдумой и направлен на снижение количества вредных выбросов не менее чем на 25%. К слову, Норильск и Братск попали в первые 12 пилотных городов. Однако список можно расширить. Порядок там мы определили следующий, что правительство Российской Федерации вправе расширить этот перечень своим постановлением и включить в него и другие территории. С моей точки зрения, это пространство возможностей для нормализации ситуации и применения современных методик расчета загрязнения атмосферного воздуха и квотирования выбросов. Владимир Бурматов затронул и тему профилактики техногенных катастроф. Сенатор Российской Федерации Валерий Семенов отметил, что уплатив штраф, Нурмикель не прекращает работать над ликвидацией последствий ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. За счет дополнительных средств сверх штрафа компания продолжает принимать дополнительные меры. Также сенатор обратил внимание и на другие важные для съезда темы. Основной вопрос это, во-первых, кадры. Во-вторых, вопрос очень интересный, который был экология, экологический фонд создаваться. Ну и, конечно, все инфраструктурные проекты, которые связаны с улучшением жизни северян. Северян в целом, потому что вот если у Норильска уже свет в окне мы видим, с решением по реновации, с решением компании по выделению дополнительных средств, с постановлением Совета Федерации по конкретному муниципальному образованию, то во многих территориях севера, при том, что нету таких градообразующих предприятий, и нету таких налогоплательщиков, то достаточно сложная ситуация. От экологии к жилфонду. Председатель Крымова Заксобрания Дмитрий Сверидов уверен, в этой сфере Норильск должен стать образцом государственно-частного партнерства с серьезными финансовыми результатами. Мы как хозяева, как принимающая сторона, конечно, нам есть что рассказать, и каким он там поделится. Но вот те вопросы, которые сегодня поднимаются, они практически касаются всех аспектов нашей северной жизни. И вот даже сейчас, в текущий момент, обсуждали вопрос жилья, пустующего жилищного фонда. Беда в том, что бюджетные средства тратятся на содержание пустующих помещений, хотя можно было бы пустить в дело преображения города. О проблеме пустых территорий говорил и депутат законодательного собрания Красноярского края Юрий Захаринский. Сегодня к Крайнему Северу и приравненным к нему территориям относятся 24 региона. Они занимают около 70% всей территории России, а проживает там примерно 10% населения страны. При этом последние нормативные документы, касающиеся строительства в Арктике, были приняты в 1980 году, то есть уже более 40 лет назад. Нужно возвращать и прорабатывать термин нордификации, то есть арктического строительства. Депутат уверен, нужен экспертный совет. Важно, когда наука бы занималась проектными, полезными для территории, так называемыми прикладными проектами, не фундаментальными, порассуждать, а много чего. Но говоря о, в том числе, сегодняшнем съезде, он важный. Это, знаете, такое мероприятие, это всегда сверка неких проблем и обсуждение, какие проблемы, какими путями, какими законами можно решать. Делегаты обсудили немало вопросов. Так участники съезда подробнее ознакомятся с Норильском, осмотрят перспективные площадки для реализации комплексного плана социально-экономического развития, чтобы впоследствии взять этот опыт на вооружение для других северных территорий. Поговорили и о пандемии. Предложили провести отдельный круглый стол среди представителей северных городов, чтобы обменяться наработками, приемами, прогрессивными методами для дальнейшей борьбы с инфекцией. Председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестрюков в свою очередь отметил важность таких мероприятий на территории нашего города. Мы достаточно много общаемся с муниципалитетами, с другими регионами, но зачастую эти площадки встречи проходят в других городах. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. Поэтому подобные мероприятия для территории Норильска здесь поддерживают для нас две основные векторы развития. Это не просто обсудить, обменяться опытом, но и показать, как сегодня Норильск выглядит, как выглядит Арктика. Итоги съезда и все собранные деликатами предложения будут переданы в различные профильные объединения на всех уровнях власти. Светлана Кудрышова, Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Александр Буурий. Итоги недели. В Норильске стартовали еженедельные диалоги о трансформации 2035. Это новый формат взаимодействия администрации, депутатов, компании Норник или общественности. Цель таких собраний – обсуждать с норильчанами основные направления новой программы социально-экономического развития города. При любой ситуации не безразлично, что происходит с Норильском, особенно, когда задействованы все механизмы, начиная с федеральным уровнем, муниципальным. И очень бы хотелось, чтобы еще были задействованы не только руководители города, но и жители. Такими словами сенатор Валерий Семенов приветствовал участников первого диалога о трансформации. Его главной темой стала, конечно, реновация. В ходе дискуссии председатель Норильского гурсовета Александр Пестряков напомнил, что четырехстороннее соглашение уже подписано, а это говорит о скором преображении города. До 2035 года запланировано строительство 78 жилых зданий, как малоэтажек, так и десятиэтажек, а также снос недостроев и реконструкция трех домов. Уже сегодня проектирование закончено, ожидается решение вопроса с экологической экспертизой. И мы рассчитываем, что в следующем году жилые здания уже начнут, собственно, возводиться, и срок ввода в эксплуатацию будет 24-й год. В рамках плана социально-экономического развития в Аганере до 2024 года планируется построить три многоэтажных дома. Общее финансирование строительства в рамках подписанного соглашения составит более 7 миллиардов рублей. Всего же на строительство всех жилых зданий до 1935 года предусмотрено около 67 миллиардов рублей. На встрече рассказали не только об основных моментах четырехстороннего соглашения, но и ответили на вопросы волнующих горожан. А вот вопрос у меня касается проблематики растепления грунтов. Поскольку в программе реновации будут предусмотрены такие аспекты современного подхода к этой проблеме. Александр Пестряков напомнил, что на сегодняшний день существует отдельный проект по созданию единого центра по наблюдению мерзлоты на базе индустриального института. Специалисты центра уже начинают свою работу. Перспектива такова, что все 100% здания, которые сегодня у нас находятся в городе, должны будут осуществляться в единый центр мониторинга, чтобы в дальнейшем принимать решения о том или ином состоянии. Вопрос был и у нас. Норильские новости интересовались проблемой зданий со статусом культурного наследия. Много лет дело ремонта фасадов таких домов не двигалось с мертвой точки. Александр Пестряков рассказал, чем поможет программа социально-экономического развития и подчеркнул, что этот вопрос уже решается. Подтверждение тому стоящее в строительных лесах Гвардейская-2. Было введено ограничение для предприятий, которые имеют специализированные разрешения для того, чтобы производить работы на особо охраняемых зданиях и сооружениях. В тот период, как только это ввели, таких организаций было достаточно мало. Сейчас время прошло с этим, но, насколько я понимаю, уже осложнений нет. То есть реконструкция ведется. Так что в скором времени здания культурного наследия наконец обретут ухоженный вид. В целом дискуссия получилась обстоятельной. Всех желающих пригласили на следующий диалог, посвященный развитию жилых зон и благоустройству. Он состоится 11 августа. Всего до конца сентября запланировано проведение не менее семи круглых столов на площадках всех районов города. Светлана Кудрышова, Евгений Журнов. Итоги недели. В Норильске появится уличная зона отдыха в районе Ленинского проспекта 41. Сейчас на участке, прилегающем к общему центру обслуживания Норникеля, ведутся работы. Территорию благоустроят и озеленят. Работы ведутся в две смены, поэтому подрядчик уверен, что территория будет сдана в срок. В рамках проекта рабочие укладывают тротуарные покрытия общей площадью более 2200 квадратов. Материалы уже завезены. Кроме того, здесь заменят асфальт на участке площадью около 5000 квадратных метров. Обустроят парковочные места, пешеходную зону, поставят малые архитектурные формы и детскую площадку. Приправят территорию новыми зелеными насаждениями. При этом старые никуда не денутся. По адресу Горняков 12 нами согласовано с эксплуатирующей организацией данных территорий, что данные зеленые насаждения нами будут перевезены, пересажены на территории по адресу Горняков 12. То есть не рассматривается уничтожение либо ликвидация данных насаждений, так как это довольно-таки ценная у нас, так сказать, часть территории. И мы их будем пересаживать и ухаживать за ними для того, чтобы они прижились и в дальнейшем радовало жителей города и гостей нашего города. Проект реализуется совместно с заполярным фериалом ГМК на Ресенителе и администрацией города Наринска. Данная концепция была выработана по благоустройству этой территории на Городостроительном совете. Начало работ осуществилось в середине июня 2021 года. Окончание работ пройдет до 1 сентября 2021 года. Движение на участке дороги по улице Октябрьской будет возобновлено к осени, когда завершится ремонт дамбы. Об этом сообщили в Норильск-Автодоре. На данный момент в районе улицы Октябрьской идет ремонт участка автомобильной дороги, в рамках которого будут выполнены работы по устройству железобетонного коллектора глубиной 5 метров. Переврезки и перепрокладки труб коммуникаций в завершение восстановления земляного полотна. Отметим, работы только начались. Сейчас идет разработка котлована. Ремонт планируют завершить к октябрю. Тогда же подойдет к концу и реконструкция моста в этом же районе. Окончание комплекса работ позволит возобновить автомобильное движение на улице Октябрьской в полной мере. Движение было перекрыто в 2018 году. Потом история развивалась этого участка очень интересная. У нас был заключен муниципальный контракт на проектирование, также здесь, на этом участке, искусственного сооружения. Но у нас подрядная организация не выполнила данный вид работ, поэтому мы были вынуждены заключать еще один муниципальный контракт. Организация, не выполнившая условия контракта, была занесена в реестр недобросовестных подрядчиков. На данный момент на этом участке работает компания, которая сотрудничает с Норильск-Автодором уже долгое время. С данной организацией мы работаем уже много лет. Все условия контрактов, которые были ранее, выполнялись. Мы надеемся, что в этот раз так же произойдет все хорошо. Также в Норильск-Автодоре отметили, что на этом участке будет обустроено асфальтобетонное покрытие, но уже в следующем году. Дело в том, что ремонт дамбы завершится в холодное время года, так что укладывать асфальт будет нецелесообразно. В агентстве развития Норильска подвели итоги большой экспедиции. В течение недели сотрудники АРН, ученые и музейные работники путешествовали по Енисейскому заливу на теплоходе Хансу Таяптуне. В поисках возможностей для развития круизного, исторического, научного и этнического туризма. Группа уже вернулась и успела поделиться впечатлениями. 19 объектов всего за 7 дней. Программа у участников экспедиции получилась действительно насыщенной. Исследователи отбыли из Дудинки, дошли до Диксона и повернули обратно. По дороге посетили Бреховские острова. Место обитания сотни видов птиц, часть из которых редкие. Эта точка на карте в будущем вполне может стать центром бёрд-вотчинга на Таймыре. Группа побывала и в заповедных местах, а также в таймырских поселках, где познакомилась с местными жителями. Этинографы собрали материалы про энцев и ненцев, про которых очень мало где написано. Ну и я надеюсь, что результаты пока такие неявные. Нам удалось создать ту подушку информационную, которая позволит напечатать книгу сказок о Таймыре. И я думаю, что это будет только тоже значимый рисунок результатов. У каждого участника экспедиции были цели не только глобальные, но и личные. Например, художница Дарья Заворина запечатляла красоту местных жителей не с помощью фотоаппарата, а используя карандаш. Я очень старалась уловить их эмоции. За очень короткое время, то есть всё, что вы видите здесь, это буквально 8-10-15-минутные зарисовки, которые в таких полевых условиях приходится делать. Это совершенно разные стулы, это совершенно разные подбородки. По-разному соединяется нос с лобной частью. Различный, совершенно уникальный разлез глаз. И когда я это увидела, я удивилась со всей своей командой. Но прежде всего, главная задача экспедиции – поиск новых туристических маршрутов и заполнение белых пятен на карте Таймыра. А их оказалось немало. Например, неисследованным остаётся большой участок арктического побережья от посёлка Диксон до мыса Челюскина. Недостаточно фото и видеоматериалов о реке Пясине. Хотя эта водная артерия и популярна среди байдарочников. Не так уж много информации о Енисейском заливе, прилегающих деревнях и сёлах. А ведь эти места – настоящий клад для любителей путешествий. Чтобы показать Таймыр во всей красе, и была организована эта экспедиция. Для Таймыра такие экспедиции крайне редки. И степень значимости вот той экспедиции, где мы с вами были, мы только-только сейчас начинаем понимать. И во время камеральной работы он будет всё больше и больше проникаться тем, что он сделал и что мы сделали вместе. Потому что, я повторю ещё раз, таких экспедиций практически не было. Итог большой исследовательской работы – масса фото, видео и информационного материала. В ближайшее время специалистам предстоит разобрать все данные, досконально их изучить. В результате должен получиться комплексный туристический маршрут, который можно будет предложить турагентствам. Кроме того, эксперты собрали данные для цифровой платформы «Арктик Зон», которая будет запущена ближе к концу года, и для мастер-плана «Туркластер Арктический». И даже софиксировали новые, ранее неизвестные виды птиц и растений. Стоит отметить, работа в данном направлении не закончена. В агентстве развития Норильска отметили, что в будущем планируют устраивать подобные экспедиции, чтобы более тщательно изучить пока неизведанные места Таймырского полуострова. К слову, в ходе экспедиции выяснилось, что местным жителям деревень и поселков идея развития туризма пришлась по вкусу. А значит, потенциальные туристы смогут узнавать особенности истории, географии и фольклора, как говорится, из первых уст. Надежда Балдакова, Анастасия Сидорова, Владислав Моисеев. Итоги недели. Юные норильчане познакомились с профессиями норникеля. Школьники младших классов побывали на экскурсии в Центре подбора персонала в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Имиджевый центр «Норникеля» открылся чуть более двух недель назад и стал не только пунктом получения информации для будущих соискателей, но и образовательной площадкой. С момента открытия юные норильчане проявляли большой интерес к залу со спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Поэтому в компании решили проводить экскурсии для школьников. На одной из них младшеклассники узнали, как проходит рабочий день горняков, плавильщиков, пожарных и лаборантов химического анализа. Особенно, ребят, впечатлила профессия огнеборцев. У меня, я глянусь, профессия – это пожарные, потому что пожарные делают свою работу и тушат пожар. И только там проблема в том, что там одежда вся тяжелая. Конечно, наибольший интерес у ребят вызывала спецодежда. Например, школьники интересовались, зачем пожарным такие большие каски. Все просто. Именно такие шлемы могут наиболее эффективно защитить голову пожарного от огня. Стоит отметить, эта экскурсия для школьников не последняя. Более того, экспозиции будут меняться. Так в сентябре откроется выставка, посвященная здоровью и корпоративной медицине Норникеля. Будут представлены медицинское оборудование, которое работает у нас на предприятиях. Будет представлена фотовыставка. Также до конца года запланирована выставка, которая будет посвящена экологической политике, технике безопасности. Ну и на конец года мы запланировали интересную экскурсию с агентством развития Норильска, которое будет называться «Кород будущего». Открытый меджевый центр не только для детей, но и для взрослых. Здесь можно получить всю необходимую информацию о работе в Норникеле, подобрать подходящую вакансию и сразу же оставить анкету соискателя. Центр работает ежедневно с 12 до 22 часов. Светлана Кудрышова, Анастасия Сидорова, Евгений Журнов. Итоги недели. И к этому моменту у нас все. Следите за нашими новостями на сайте norilsk.tv. В студии была Анастасия Сидорова. Всего вам доброго. Вакцинация сделает нас сильнее. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется.